здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любви а значит у нас были в гостях на нашей кухне сегодня у нас очень вкусное блюдо знаете то что касается кухни и духовки всегда готовлю я в основном Коля только у меня так помогает потому не удивляйтесь что это блюдо готовлю я значит для начала я как всегда спрошу Коля ты с вами да я как сегодня как никогда с вами да и график у меня любой рабочий сутки через силу сегодня будет мясное блюдо значит я вам показывала как я могу то есть умею делать шашлык даже не шашлык а мясо в духовке два варианта у нас или два рецепта есть но еще я умею готовить люля в духовке потому у нас я вам уже рассказывала у нас много друзей которые научили их с нами к сожалению нет большой спасибо надеюсь они оттуда где есть посмотрят я думаю что оценит мое блюдо но для начала начинаем готовить чтобы оценить это все надо его приготовить у меня здесь полтора килограмма фарша свинина с говядиной пополам перекручивала сама потому такой хороший хороший фарш дальше у меня здесь две луковицы тоже перекручиваем на мясорубку но они у меня где-то больше часа на сито я их держала вот на знаете на ситечко чтобы стек весь сок потому смотрите вот он такой не сильно жидкий видите жидкости практически нет вот такой лук конечно звучит но ничего страшного дальше на это все я беру чайную ложечку соли с горкой это именно на полтора килограмма но соль или значит тоже по вкусу дальше что у меня здесь а здесь у меня чайная ложечка не полная чеснок значит сухой да у меня за чайная ложечка паприки копченый у меня здесь чайная ложка хмели сунели и чайная ложка кориандра все сюда же это все специи которые так должны присутствовать здесь должны быть отдать свой аромат теперь меня специально перчаточка потому что я должна этот фарш хорошо хорошо вымесить точно так как вы замешиваете то есть вымешиваете тесто минут десять конечно а то и больше вот смотрите прям так усиленно хорошенько работаем и так дорогие смотрите вот так вот отбили вот такой фарш сейчас все расскажу коля не смейся не перебивай сейчас все расскажу пусть все знают какой ты у меня отбиваем так ну наверняка кто готовил и все знают что должны вот вы знаете нити все разбиться соединиться вот посмотрите какой он получился видите такой вот вот между собой значит попросила колю или коля проявил инициативу давай я тебе помогу половину ты половину ну быстрей же будет ну конечно я хочу здесь ложка уточнить я лучший новатор шинного завода восемьдесят пятом году поэтому я и проявилась мне жарко стало честно вам скажу взял пакет потолще хороший не взял я был коля у тот пакетик возьми толстенький такой знаете хороший положил половину фарша из-за плеча давай ну слушайте вы можете себе представить разлетелось практически везде ну так не везде но по столу главное что я старался да он взял 2 и тем же макарами 2 сколь это что ты делаешь ну ой боже лучше я сама не надо я ну конечно он потом аккуратненько но я решила что больше полю просить не буду потому если у вас есть такой коля в которого сила в руках не позволяйте им это делать по всей кухне это я уже на собственном опыте убедилась значит смотрите я вам показала какой этот фарш вот хороший такой фаршик но все равно знаете вот когда делаете я вам все рассказываю язык которые меня учили и я вам открываю это не секрет но просто берем палочку да эти палочки шпажки такие деревянные их замочила водичкой на полчасика в теплой воде замочила чтобы они так немножечко как разбухли чтобы не погорели мы будем готовить в духовке на высокой температуре вот взяла я допустим сейчас секунду я уже перчатку снимать не буду котлетку такую да чуть-чуть в ручках опять так побила побила по серединке на серединку и теперь на чем начинаем середины не знаю правильно неправильно потому что экспертов будет много кто-то скажет и неправильно делаешь но вот так серединке начинаем так формировать наши люляшки толстыми они должны быть потому что это не на углях потому такие тоненькие до раз и вот мы смотрим ага вот смотрите так вот смотрим обязательно как они себя ведут нормально нормально да они падают отлично значит фарш у нас принципе готов вот таким образом вот смотрите почему я делаю коротенькие потому что у меня вот здесь противень застеленный пергаментом для чего вам скажу потому что его потом легче будет мыть правда коля ну да спасибо видишь как я твой труд берегу здесь и теперь мы вот я так для себя замерила очень все хорошо получается вот я положу видите вот можно еще будет следующую добавить немножко я пока знаете пока применюсь и вот таким вот образом выкладываем на расстоянии и так я буду делать всех надеюсь вы поняли легко просто сначала берете ручку делайте такую хорошую котлетку таких ручка очень извините то не муха нет фарш вот так хорошенько подбиваем делаем такую длинненькую котлетку вот ну а теперь шпажку в середину и аккуратненько делаем люля духовочка 150 прошу прощения 250 если есть 230 градусов уже включенной греется потому ждем я сейчас сделаю а потом духовку и так очень немножечко фарша осталось 300 400 я его не взвешивала значит смотрите завернули целлофанчики в холодильник до завтра может полежать завтра можно сделать то же самое или же сделать бургеры на бутерброды очень-очень тоже также это фарш никогда не пропадет теперь смотрите вот такую красоту мы сделали обязательно должно быть расстояние между ними вот духовка у меня уже разогрета отправляем в духовочку средний даже выше среднего уровня там смотрите сами как ваша духовка выпекает температуру хорошую 220-230 у кого 250 минут на 20 но будем смотреть дорогими у каждого своя духовка потому смотрите достаете как шашлычок проверяем надрезаем пробуем и тогда уже достаем все пока ждем я вам все покажу и так пока люля готовится очки уже одела чтобы лучше видеть было дорогим и нарезала 3 средние луковицы вот так полукольцами сюда же значит как я марину знаете вот спрашивайте как амариную у меня с рецепты я заливала водичкой там все теперь я решила ну знаете с возрастом может даже лень потом не надо никакой воды вот это не кипятком ничего вот две-три луковицы средние такие ну хорошие вот такая десертная эта ложка да вот это для меня вот вот так вот соли полную и такой уже сахара даже сахара немножечко больше вот оно все высыпаем добавляем лимонный сок опять вот смотрите я сейчас так на ложку посмотрю вот ложечку одну и ложечку вторую достаточно берем перчатки и вот так немножечко помним хорошенько перемешаем потом постоит немножко там знаете ну 5-10 минут не надо заметили никакой воды здесь нет вот но тоже без фанатизма не так как оля отбивал фарш нет ни в вот так можно еще сахарка добавить но подождем пусть постоит сюда же добавлю смотрите вот такие вот две щепотки мои укропа вы можете добавлять зелень какой вы хотите петрушку что там кинзу кто что любит мы добавляем укроп вот так вот перемешали все смотрите и дадим постоять сок лук пустил лимончик чувствуется соль тоже пробуем на вкус и обычно добавляю потом уже в конце пробую добавляю еще сахарка чтобы это было вкусно знаете не то что там соленый или кислый а сахар он придаст такой знаете вкус особый потому вот это такой маринованный лучок минут через двадцать его можно с удовольствием кушать как раз люля будет готова и лук уже подоспел потому ждем уже совсем скоро и так дорогие наши вот такие люляхи готовы любяшки то есть да вот такие люляшки аромат слушайте невозможно удержаться но горячо это тоже я устуду обращаю ваше внимание видите вот вот эти все такие краешки обязательно фольгой потому что погорят если будете делать вот так как мы это раз второе значит румяные смотрите они с двух сторон видите но тут немножко меньше потому чтобы не пересушить значит пройдет минут 15 посмотрите 20 подрумянили с этой стороны переворачиваем вот видите как перевернули подрумянили немножечко с другой стороны но там смотрите это же вам готовить вам кушать потому как вам нравится такой пути делать и на цвет главное чтобы это было готово сейчас мы это выложим на блюдо ведь у меня уже лаваш вот готов и буду пробовать конечно же расскажу к пене на вкус потому ждем и так люля готовы уже даже остыли немножечко правда коля я шокол я фокол ну как будто и правил как буду пробовать очень просто лаваш значит беру люля беру верхний вот так вот сюда же немножечко еще лучка можно любой зелени сколько нравится слушать это так аромат жалко что камера не может передать аромат и что вы не можете вместе со мной и зрители пишут что передает не труси рукой вот так вот это будет еще ты у меня гормон одесса на кухне моня сидит кушает люля кебаб из баранины забегает сосед предмо не твоя жена померла мы не по-прежнему сидит доедает люля ритму не пишу такой спокойный ой все мы подожди сейчас я доем посмотришь какая у меня будет истерика что сказать мясо есть мясо это им все сказано готовьте кормите свою семью все все что все что хотела все вам показала вот на его это все скромнее а у тебя нет это больше не туда нет и сюда нет ты будешь ломать их не надо их ломать вот они только надо их ломать наше из мяса пошла на кухню выключить свет вернулась двумя котлетами пить хочу боюсь возвращаться я так запила немножко потому что долго буду жевать ну что дорогие наши готовьте это вкусно да вот и все смотрите рецепт кому понравится пожалуйста заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии а самое главное дорогие наши будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нам и всему 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 миру мы вас их обнимаем и всегда ждем до свидания